МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ввести новые меры, которые помогут охватить больше учащихся. Ранее корреспонденты 7-го канала проводили опрос среди студентов на тему, как они относятся к обязательной вакцинации. Мнения разделились. Теперь, видимо, кому-то придется выбирать между прививкой и учебой. Почти 500 классов в 90 красноярских школах переведены на удаленку. Коронавирус выявили более чем у 500 школьников и у 60 преподавателей. Эта инфекция обнаружена и в детских садах. Болеют 1324 ребенка и 24 воспитателя. На карантине более 50 групп. Тем не менее, переводить всех учащихся на удаленку власти пока не планируют. В Красноярске резко выросло количество вызовов скорой помощи. На этой неделе звонков стало на 40% больше, чем на предыдущей. Это связано с подъемом заболеваемости коронавирусом, а также сезонными респираторными заболеваниями. Согласно статистике, именно ковидом за последние сутки заболели 151 красноярец. Это на 4 человека больше, чем накануне. В общем, по краю прирост более заметен. 536 человек за последние сутки, что на 14 человек больше, чем накануне. Фельдшеры напоминают, что заболевания с симптомами ОРВИ с невысокой температурой не являются основанием для вызова скорой. Но по телефону диспетчер может соединить пациента с дежурным врачом. Однако лучше посетить поликлинику или вызвать врача на дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожар в многоквартирном доме унес жизнь пенсионера. Это произошло сегодня утром по адресу Октябрьская, 7. Местные жители говорят о том, что хозяин сгоревшей квартиры злоупотреблял выпивкой. По всей видимости, мужчина в это время спал и задохнулся от дыма. Тревогу поднял сосед, который почувствовал запах гари, разбудил жителей подъезда и вызвал спасателей. До их прибытия самостоятельно выбраться на улицу удалось 20 жильцам, в том числе и четверым детям. При осмотре квартиры эксперты нашли на балконе заряжавшийся автомобильный аккумулятор. Возможно, он и стал причиной возгорания. Пожарные по лестничным маршам спасли 7 жильцов дома, включая двоих детей. В 6 часов 20 минут утра пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. На тушение привлекалось 6 единиц техники и более 20 человек личного состава. В результате пожара погиб один человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электроприборе. Два человека погибли, более 170 пострадали от обморожения в течение первой половины этой зимы. Среди пострадавших от холода 12 детей. Почти 80 человек пришлось госпитализировать. Такой статистикой поделились в Краевом Минздраве. Там же добавили, что в прошлом году за тот же период подобных случаев было всего 114. Врачи в очередной раз напомнили красноярцам, что первыми признаками обморожения является белая, так называемая, стеклянная кожа и потери чувствительности. В мэрии рассказали о планах по застройке микрорайона Серебряный. Он находится в районе улицы Лесопарковой. Сейчас там стоят десятки дачных участков. И для застройки их придется снести. Выкупать землю будут с помощью так называемого механизма КРТ. КРТ. Проект комплексного развития территорий позволит людям сразу обменять свои участки на другую недвижимость. Оценку земли будут проводить независимые эксперты. Власти считают, что такой подход позволит не допустить ситуации, которая возникла в Николаевке. Там между высотками до сих пор стоит много деревянных домов. Кроме того, в новом микрорайоне обещают уделить внимание и социальной инфраструктуре. Планируют построить две школы и пять детских садов. Полностью застроить территорию должны в ближайшие 15 лет. Две школы. Школы вместимостью 1280 мест. Расчет осуществляется в полном соответствии с нормативкой. У нас на тысячу жителей необходимо 100 мест в школах. Соответственно, исходя из общей перспективной численности жителей микрорайоней, рассчитано потребности школы. Поэтому две школы на 1280 мест эту потребность, по нашему мнению, полностью перекроют. Погоня полицейских за пьяным лихачом в Минусинске завершилась стрельбой. Минувшей ночью инспекторы ДПС заметили «Жигули». Машина очень странно двигалась. На требование остановиться водитель напротив ускорился. Во время преследования выполнял опасные маневры. Выезжал навстречу, двигался задним ходом. На загородной трассе полицейские достали оружие. «Применяй оружие!» «Смотри!» Несколько раз выстрелив в воздух, инспекторы начали стрелять по колесам. Только после этого преследуемый остановился. Парень попытался убежать, однако был задержан. В машине вместе с ним ехал пассажир. Оба они были пьяны. На водителя составили несколько протоколов. За то, что он не был пристегнут и препятствовал полиции. Также выяснилось, что у водителя не было прав и страховки. Оба задержанных получили по трое суток ареста. Городские чиновники просят помочь найти неизвестного вандала. Этой ночью он разрисовал несколько зданий в центре города. Площадкой для самовыражения псевдохудожника стали фасады многих зданий. В том числе и пустующее здание кафе «Кантри». Вандал не пощадил даже недавно отреставрированный аграрный университет, зданию которого больше 100 лет. В администрации центрального района подчеркнули, что эти нелепые закорючки на фасадах нанесены одной краской и, возможно, одной рукой. Заявление в полиции уже написано. Художника, изуродовавшего центр города, ищут, но, возможно, при помощи самих жителей это удастся сделать быстрее. Как показывает опыт, таких художников находят довольно быстро, и от наказания они не уходят. В добрый путь Владимир Путин провел онлайн-встречу со спортсменами сборной России в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Президент отметил, что проводы сборной страны – это добрая традиция, и хорошо, что получается ее соблюдать, хоть и дистанционно. Сейчас спортсмены разбросаны по стране. На связь они выходили из Подмосковья, Иркутска, Новосибирска, а также Красноярска. Всем, кто на предстоящей Олимпиаде будет отстаивать честь страны, президент пожелал удачи, здоровья и триумфальных выступлений. Мы знаем, вышли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы, и заслужили право предъявить свое мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартер. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта. На прямую связь с президентом вышли олимпийцы из Красноярской ледовой арены «Кристалл». Мы рассказывали, что в краевой столице свои предолимпийские сборы проводят фигуристы и сноубордисты. Здесь есть все необходимые условия для тренировок, в том числе и площадки, которые уже принимали мировые соревнования. К тому же для атлетов подходит наш часовой пояс. Разница с Пекином всего один час. Конечно, наша миссия очень важна. Именно эту самую психологическую настройку, помимо спортивной, чтобы наши спортсмены получили и выступили хорошо. Я оцениваю, что в любом случае та же Красноярская земля придаст им сил, и они покажут серьезные результаты, потому что все-таки Сибирь – это территория крепких людей. Двое, двое, это центральная бригада, и справа открытие, так, справа открытие, справа открытие, Руслан. Если тебя выбили из игры, это не значит, что ты не можешь помочь команде. Информация о позиции противника не менее важна, чем скорость реакции и точность бросков. Правила простые – если в человека попадает снежок, он выходит из игры. Победа возможна в двух случаях – если вся команда соперника выбыла, или вы схватили вражеский флаг. Но все начинается с лепки боеприпасов, однако это не так просто, как может показаться. Для войны нужны боеприпасы, а для снежной битвы – это, конечно, снежки. Ребята берут вот такие снежные глыбы, пытаются их разбить, не у всех получается, они очень слежавшиеся. Выбирают поменьше, и теперь главная задача – попасть в противника. Сегодня в СФУ сошлись 14 команд, в каждой по 7 человек. Участвуют не только студенты Сибирского федерального университета. На бой пригласили школьников и товарищей из медицинского вуза. Молодежи травмы не грозят, уверены взрослые, а главный гость, вечный первокурсник из Арктики, Йети, рассказывает, у него на родине снежная битва происходит по-другому. Иглы бы были побольше, да, у вас немножко? Главный приз соревнований – абонемент на все услуги комплекса «Радуга». Это бассейн, беговые дорожки, клубы и многое другое. Поэтому борьба развернулась не шуточная, а кто-то даже слепил талисман. Таню сказал, давайте Вьетнам устроим. Мы не устроили только друг другу, но ладно. Но это был добрый бой, мы проиграли. Зато это был драйв, чего не хватает в учебные времена. Мао нам не помог, это Мао Цзэдун. Наш тотем. Ну да, но, к сожалению, он не принес нам удачи в этот раз. Такой вид соревнований придуман уже давно. Это классический Юки Гассен – командная игра в снежки, появившаяся в конце 80-х в Японии. Сейчас ежегодные соревнования проводятся в стране восходящего солнца, а также Швеции, Финляндии, Армении, России и Норвегии. Организовать такой снежный бой на территории ИСФУ предложили сами студенты. Нам прикольно, нам очень хочется, на самом деле, как можно больше времени проводить со студентами. И мы уже, наверное, притча во языцах, наш чемпионат по квидичу, который у нас проходил летом в рамках Кубка первокурсников. И сегодня вот такая опять необычная забава. Я думаю, следующее будет связано что-нибудь с полетом в космос, но это мы в апреле узнаем, какие предложения будут от студентов. Подобные события с подачи самих студентов впредь будут проводить чаще. Это смех, драйв и веселье для всех. И, конечно, главное – возможность, даже будучи студентом, ненадолго вернуться в детство. Евгений Черных, Дмитрий Комаров, 7 канал. Евгений Черных, Дмитрий Комаров, 8 канал.